Вот уж точно, что имеем нехранимо потерявшие... Уж лучше услышать об этом сейчас и изменить отношение к своему здоровью и здоровью близких. Не стоит отказываться от диспансеризации, заниматься самолечением, пренебрегать полезными советами. Чтобы не получилось, что кто-то, но только не мы сами, должен заботиться о качестве нашей жизни. Атеросклероз – это заболевание, которое начинается из подволь, практически с молодых лет. Просвет артерий постепенно уменьшается из-за формирования холестериновых бляшек. Коварство атеросклероза заключается в том, что пока просвет артерий не будет сужен более чем наполовину, человек зачастую не испытывает никаких неприятных ощущений. И лишь когда диаметр артерий уменьшится на 60-80%, заболевание даст о себе знать. В 50% случаев атеросклероз сосудов нижних конечностей долгое время не вызывает дискомфорту пациентов и выявляется при дополнительном обследовании. После 50 лет он выявляется в 20% случаях у жителей земного шара. Чем, так скажем, опасен атеросклероз сосудов нижних конечностей? Происходит рост атеросклеротических бляшек в сосудах, естественно, снижается кровоснабжение нижних конечностей. Это вызывает дискомфорт у пациентов, это вызывает болевой синдром. Но самое страшное, что это может приводить к таким плачевным последствиям, как ампутация нижних конечностей. Лечение атеросклероза сосудов нижних конечностей зависит от стадии заболевания и его длительности уровня поражения артерий. Кроме того, при диагностике и составлении клинической картины учитывается также наличие у пациента сопутствующих заболеваний. Самыми распространенными методами лечения при атеросклерозе нижних конечностей являются эндоваскулярные методы – стентирование артерий, баллонная ангиопластика. Они позволяют восстановить нормальную циркуляцию крови по сосуду. Хотелось бы донести до моих коллег, врачей сосудистых хирургов и также до пациентов, что сейчас данное лечение в виде стентирования сосудов нижних конечностей бесплатно может оказываться в клинике Евромед. Если вас беспокоят боли в нижних конечностях, перемежающаяся хромота, язва, если действительно вам сложно ходить, то вы можете обратиться в наше отделение для бесплатной консультации. Если действительно есть показания для оперативного вмешательства эндоваскулярного без разрезов, а именно через прокол в артерии, то мы вас возьмем на лечение. Редактор субтитров А.Семкин